Теореческие мусоры. По поводу заметания подкорёвка, он совершенно чётко работает в этой ситуации, в чёрной ситуации. Дело в том, что знаю это не на слышке, то есть специально прояснял этот вопрос о мусор подкорёвке. Более того, бабушки грязи это специально обучают этому искусству своих внучек. Это искусство, это искусство. К этому так и надо относиться с полной серьёзностью. Дело в том, ради чего это делается? Представьте себе ситуацию, когда у вас, вот вы срочно должны, медленно, скажем так, предлагаем за раз, да, то есть просто в тот час же принести своё помещение, вот это вот, ваше сенсуальное пространство в порядке. Вам будет срочно заявлять гость или инспекция? Да. Чтобы костюмчик сидел. Но все ли какая-то форма, это пространство, это предметы. Да. Никто эти предметы не открывает, да? Без разрешения. А никто этого не делает без разрешения. Поэтому все, что требовало за этой формой, это уже другое. Поэтому все вещи, уложенные в произвольном беспорядке, но скрытые за дверками, за наездками, за коврами, за половиками, все эти вещи на глазах попадутся и, следовательно, впечатление общего порядка не будет разрушено. Поэтому заметание под камёр, оно имеет высокой мощную идеологическую покладку. По второй функции, да. Обратите внимание, что здесь дизайнер, который вы лично находит в порядке. Но это совершенно нормальная ситуация. Вот, например, родственник, далёкая родственница этого типа, перемешает своим родственникам в дом. И честно, механически, пока она разговаривает, она что-то складывает в столбочки, там, сворачивает, разбросанные детские вещи. И это совершенно автоматический такой жест. Будет неверным, обратительно внимаемым человеком в эти действия, потому что, с одной стороны, они поведут к общему облаговаживанию пространства, с другой стороны, они исполняются и с лучшим мужиком. Но если у вас официальница драги похозяйничала и убрала по доброте душевной, вы потом будете долго искать какие-то вещи, за всю ноты, куда попало. Они аккуратно сложены. Совершенно непредсказуемым для вас местом. Ну, творческие, 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 каждый раз – новое место. Поэтому фраза, ты не знаешь, куда я положила, несколько странные русские сенсории, но совершенно обычные для этого. Причем она, чтобы иметь обложение, это такое новое ударочное место. Изнанка. Вторая, вторая качество этой пункты. Никто лучше, чем грайзер, не представляет объем, вот какого размера нужно взять бабушку для того, чтобы сложить туда остатки этого салата. Меня всегда этот факт прожала. Вот как они видят вот этот слад, размазанный там или там, ну какие-то остатки, да, размазанный по блюду, как они знают? Белая форма. Оно уместится вот именно вот в этой небольшой площади. Белая форма – это черная сенсория. У белых сенсориков основная посылка, ради которой именно будет порядок, она вовсе не связана с, собственно, порядком, то есть с внешним видом. Они исходят… Законция другая. Они исходят из соображений чистоты, уюта и здоровья. Поэтому они нарубят порядок не столько для красоты, а столько для того, чтобы был свежий воздух, чтобы было свободное место, чтобы ничто не мешало. И поэтому, ну, сам характер поведения порядка, ну, там, допустим, после у кем же Вилго или у Штирлица, он начинается вообще совершенно из другого. То есть они выливают все из шкафов, ну, хотя там порядок. Ну, порядок не заканчивается внешним слоем. Он продолжается за дверками, за коврами, за занавесками, порядок не продолжается. Что же это называется? Верховы хулисты. Как делается это? Как у ученых? Вот этот вот вектор глотальностей, он приводит их к представлению о том, что порядок – это вообще такая вещь. Ну, вот ты его установишь вот сейчас на твоей ситуации, а вот через две секунды ситуация изменится. И вообще, вот, вообще, что такое порядок со сравнением с мировыми проблемами? Поэтому они наводят этот сам порядок, который вообще, ну, я бы его все-таки связывала, ну, с каким-то, опять же, орациональным поспектом. Они его наводят… Да, поэкономическое условие. Орациональное условие. Орациональное. Орациональное. Они его наводят только в той мере, в какой они полагают это необходимым. И поэтому неслучательно, например, у них случается, что они длительное время живут, в общем-то, в ситуации, замечительно, на бесполярности. То есть вещь разбрана, что-то распуска, расставлено, не уложено, не убрано, не сложено. И с одной стороны, тут есть два момента. Они в этом, вот как они вписываются в складки местности, точно так же вписываются в складки местности в своей квартире, в своем офисе, в своем городе. Они не ограничивают вот это вот свое представление о месте, о локальной ситуации. И с одной стороны, такой человек, он скорее действительно убрал, убрал, не встал, да. И он понимает, что уже в тот случай стало лучше, чем было, лучше, что-то лучше, чем было, ну ладно, потому что идеал, он все равно не достижен, ну ладно. А с другой стороны, какой-то некий объективный минимум этого холиата, который, например, иногда с интуитом могут его переходить, выпускать, он поддерживает постоянно. Поэтому я всегда говорю, что если у вас есть иррациональный сенсорик под боков, постарайтесь подойти к нему как близко, чтобы он вас включил в круг этого своего минимального окучивания. То есть, опять, когда мы говорим, например, о взаимодействии интуитов с сенсорикой, или там делают сенсорик, что для интуиты? И мы говорим, что вот интуитам нужно, чтобы ему создали условия, чтобы его там накормили, напоили, спать уложили, вовремя, взбудили, одели, огуре, выгулили. То сенсорик делает это все не потому, что он считает, что он обязан принести тапочки к пришедшему свободу и сам, чтобы он выйдет. Вовсе нет. Это когда у Вайсборга висел пока еще на конференции в Катурне, но некая такая мечта, не пехота, а демон, который приносит тапочки. А этот тип это делает только потому, что он это делал, ну вот он сам устроился комфортно, ему жалко, чтобы кто-нибудь устроился комфортно рядом. Но попробовать его заставить, создавать этот комфорт, этот ум, ну как обязательство, это очень сложно. Вот то же самое относится к приготовлению пищи. И юго, и штырницы, они готовят пищу как обязанность, как долг. Это нечто, что должно быть еда в определенное время, в определенных количествах. Для каверна и гензма еда это безусловно удовольствие, это необходимое трактное день жизни, это ну такая важная часть. Но как только вы попробуете им навязать эту часть как обязанность, они возмутятся. Потому что они совершенно, точно так же совершенно спокойно, они могут отребиться без пищи какой-то времени, и им находиться в дискомфортных условиях. Поэтому комфорт для них нужен, а с другой стороны они могут от него отказаться, если они считают, что это, ну, необходимо изменить. Из каких-то соображений. Интересно еще отношение белой сенсорикой у нас еще здоровье, вполне определенное здоровье. Ощущение здоровья своего, других людей. Я много раз замечала, если Юго считает, что человек нездоров, или что он нуждается в поддержке, или что он нуждается в опеке, или, ну, например, Юго смотрит на молодую семью с ребенком. И Юго может сделать, там, матери или отцу замечание. А вы должны бы отдать своего ребенка в спортивную секцию, или, ну, а вы должны были бы проверять его, там, режим дня, или, там, режим питания. А почему бы вам не сводить его к врачу, там, как-то, то есть, как, даже не только в своей семье, но и по отношению к более удаленным людям, такая определенная сенсорная настойчивость. А тот же, ну, или, ну, по-второму, ситуативная настойчивость. Причем, надо сказать, что Юго в такой ситуации, безусловно, опирается на многомерное поднимание ситуации. Действительно, может быть, этому не только нужно и к врачу, типа, распорядок дня или к спортивной секции, вполне возможно, что он прав. Но, в том числе, позволяет ему предлагать и наставить на этом решение, а тот же Дюма или ГБ, он все эти предложения по отношению к своему собственному ребенку, потому что, тем более, по отношению к тяжелому он вообще не будет этого высказывать в такой форме. Может быть, какой-то сослагатель. Но даже по отношению к своему собственному ребенку, он применит исключительно в порядке предложений. А не хочешь ли ты, а давай попробуй. А не лучше ли? И вот это меня всегда удивило. Я вначале думала, что это один такой случай, но я там прогрегала. Вот прогрегайте тоже. Мне кажется, что это тоже такое типное качество. Дюма при его прекрасном понимании того, что человек заболевает, не заболевает, устал, нуждается в помощи. Он, конечно, предлагает ему свою помощь. Давай я тебя покормлю, или давай ты тут полежишь, или давай. Причем это совершенно нормальное поведение Дюма. Но когда человек отказывает, скажет, нет, я не хочу, нет, я не голоден, ничего подобного, я себя не чувствую усталшим. И у вас такая ситуация на самом деле. Это к вопросу о разных нервности. О нервности. Потому что он, понимаешь, при оценке ситуации, он может полностью описывать эту ситуацию. Потому что, да, вполне возможно, что при этом его мнение в поводу того, что человек устал, никуда не девается. Потому что он точно уверен, что он устал. А на любое это. Но он вполне допускает, что вот этот, как звертый человек, усталши и не выголосный. Он сейчас может быть так напряжен, забейтен, поцелёг стрюкал или еще что-то, что надо так выбрать за его помощью. И, учитывая вот такую вот правильность, где он спрятался, он позволяет ему вести себя таким способом, каким он, наверное, он всегда будет привел. Спасибо. Да, да. Ну и второй момент, что это связано с тем, что в этой функции это творчество, и по эстетической сентябрике идет, конечно, творчество. Опять-таки, художественное, декоративное. Вот это, кстати, очень многие женщины в ГИБО любят, если у них есть возможность делать перед планированием в ГИБО, они любят делать арки, проходы. Не в двери, да, а вот такие вот арки. И находят это чрезвычайно эстетически приятно. Вот, что мы там несколько случаев не знаем, когда вот именно женщины на энтузиасты этим занимаются. Ну, опять-таки, если говорить о рабочих ситуациях, то творческая асенсорика, это белая асенсорика, это еще и прекрасное понимание качества. И вот лучшие контролеры качества, какого-нибудь кучи продукции, особенно если это связано с эстетиками, которые эффект такой дизайна, там вот стекло, мебель, еще что-нибудь. Лучшие контролеры качества – это белые асенсорики, сотроек для творческой асенсорики. Мимо них не просту, хочешь? Мы, наверное, уже рассказывали об этом, что вот мы видели несколько предприятий. Лучшие контролеры – это либо энтузиасты, либо администраторы. Причем там их способов помещевания пока делообразные. Они практически логические. Но результат один, что только царапина какая-то, все, это сразу отправляется обратно. А есть Дональд Трамп, американский миллионер, а он администратор. Он говорит, что он специализируется на постройке и продаже элитной выживости. И у него кличка есть такая, да, ну так, да, будет в воле. То есть вот он принимает новый ответ элитный. Или принимает лично. Ну, это вот, как это, я же строил уже любые миллионеры, значит, все должно быть безупречно. Он имеет, там, и так строилось, что кто-то там сразу, кто делал, кто ответственного. Он говорит, был в воле. И вот так он принимает элитный ответ, как сенсор. То есть вот такая поведенность на качестве. Ну, у него есть целая техника. Он объясняет свою килософию в жизни, свой подход. Это подробно объясняет, почему он отстаивает на таком качестве, безупречнейшем качестве. Ну, видимо, это шкалька, он просто сводит к этого типа. Уметь ей ввести одну. Значит, мы считаем, ну, поклонить к нему, что хотите иметь качество продукции, у вас ее должен контролировать, и проблем у вас не будет. Принцип. Так, теперь, так, третья функция. Сделать эту историю.